всем привет так как всегда я забыла убрать звуки секундочку сейчас мы это исправим секундочку пока тут настрою немного уберу звуки всегда забываю заранее сделать немного скотчем закреплю решила сделать ширину чтобы немножко было видно палитру сама когда участвую в каких-то мастер-классах очень удобно все равно помогает и заодно иногда забываешь говорить вслух какие краски и цвета смешиваешь одним словом пока пять минут технического перерыва ой перерыва подготовки я сегодня решила рисовать блокнотики свое он целлюлозный поэтому я не смогу там как-то я вообще в принципе не свойственно мне мочить там заранее лист но целлюлоза еще усложняет работу то что любая лишняя водичка на ней она просто ведет лист и с этим ничего не сделать и разница еще в чем целлюлозный хлопок хлопок ты краску развел нанес на бумагу водичка впитывается и краска сразу же остается надо получается вот водичка разведенная с краской ты наносишь на лист краска впитывается уходит водичка и краска получается более плотно ложится на лист тоже а целлюлоза так не получится она как по клеенке здесь правда сверху я не закреплю она как по клеенке лозит и лозит туда-сюда так звуки из картинку картинку темная картинка по возможности буду иногда смотреть на комментарии так с чего хочу начать хочу начать с легкой легко разбросать основные цвета то есть я сейчас не буду угадывать их прям сто процентов просто буду выбирать самый светлый оттенок для на цветках оставлять блин еще отключила звук на компьютере странный причем вот я выбираю у меня есть такой цвет коралловый очень такое прям подходит как раз таки самые светлые розовые вот я немного пройдусь прям избирательную по тем участкам где ну в принципе таким светлым цветом можно чуть ли не весь цветок залить да если рисовать послойно не так выбирать акцент это целлюлоза и не хочется чтобы были стыковки одного цвета с другим поэтому один тоже как вариант это просто закрашивать весь цветочек самым светлым цветом при этом мы просто в местами оставляем вот эти белые на границе по краям это я сейчас захотела я добавить местами пока все это делаю нежно 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 но еще там где есть у меня каем очка я ее оставляю и чтобы минимально у нас были вот эти стыки всякие одного цвета с другим до на целлюлозе это самая большая проблема в том что эти стыки более видны чем на хлопке просто есть такой у меня блокнот я раньше давно на нем начинала рисовать до знакомства вообще с хлопковой бумагой и так как мне жаль выбрасывать хотя после знакомства с хлопком вообще не хочется нарисовать на целлюлозе основные цвета которые я использую в цвете выборе цвета это я уже сказала коралловый и цвет неоновая розовая сразу же пока красочка не засохла кое-где аккуратненько тоненько прохожусь по краю чтобы у нас не совсем так был такой не знаю контур прям конкретный конкретный серединка беленькая тоже чуть-чуть красочку заберу чтобы такая была более естественный переход так центр у нас вроде как беленький но он холодного цвета то есть он будет с добавлением си с фиолетового можно немножко черный с фиолетовым смешать да но пока я не буду наверное сразу затенять пока с розовыми цветами пройдемся коралловые местами и каких-то вот здесь кстати тоже будет немножко с холодным каким-то фиолетовым просто холодный мне тут намешаны есть поэтому удобно держать какую-то грязь на палитре она пригождается основным коралловым коралловым проходим к серединке а потом вернусь здесь нету края белого у этого лезь и лепестка поэтому я вот его так провела дальше у нас на холодный верх буду брать можно фиолетовый брать дал мне немножко с бордовым тут намешаны и прям просто сделаю вот эту тень это не пистики это я хотела тень нарисовать вот здесь такой холодный оттенок он не белый холодный и и здесь вот бордовый немного соединить беленького оставляя и вот что-то куда-то вот этот лепесток уходит направо так здесь мы этот лепесток нарисовали чуть-чуть его вот сюда теперь немного поярче беру но ходовые вот два оттенка возможно я где-то добавлю вот сейчас вниз хочется добавить кораллового цвета он такой как яркий красный вот он прям вот просто красненький какой-то с более сочный местами вот здесь вот да я вообще сразу виду по привычке бы не нарисовать знать когда рисуешь все время на хлопки потом ходишь на целлюлозу и забывая что с целлюлозой по-другому надо себя вести так здесь тоже у нас вот лепесток который покрасне и внизу и у него есть к емочка он такой прогибается здесь вот и и уходит под лепесток кстати верхний лепесток когда рисуешь замечаешь он светлее поэтому я пока не поздно заберут свет главное вовремя среагировать так наверно сейчас этот период вперед уйду хочу добавить еще оранжевого его конечно тут так не видно но я его намешаю с имеющимся оттенками просто чувствую что вот этот передний фланг он какой-то такой знаете как кричащий что ли прям вот он яркий поэтому хочется его как-то акцентировать немного влажной кисточкой делаю переходы и смягчая ну и смотрю направление до этих лепестков куда они пошли просится все таки сделать вот этот центрик потому что немножко мы тогда не видим что ли центра нашего не потом все таки будут рису но и на все таки такого серого цвета добавлю черный с фиолетовым просто хочу сделать здесь вот как форме волны да вот вверх пошло вниз немножко холодного такой холодной тени и направо уходят на вот этот вот лепесток это тень краски можно как бы либо смешивать их сразу получает нужный цвет либо можно рисовать послойно что я и делаю да я заношу какой-то определенный цвет капнула а потом просто сверху добавляю нужный мне оттенок этого цвета серенького добавили лучше стало теперь мы видим что немножко яркости просит вот этот вот край добавим да мы можем к этому цветочку потом возвращаться возвращается и возвращается потихоньку попробую пока хотя бы по настроению честно говоря всегда все делаю вижу после этого листочка тот который на заднем плане на него падает тень я сейчас ее темноватую рисую но мы это дело исправим быстренько чистой влажной кисточкой я просто чуть-чуть растушевываю так сказать делаю более акварельным тень сзади потом еще добавим какой-то яркости местами да просто хочется максимально получить сейчас уже видимость картинки чуть-чуть надо убрать и добавим наверное розовый наш основной коралловый с розовым неоновым так ярче хочет хочет ярче местами здесь вижу даже можно какие-то полосочки нарисовать дальше пошли ну как бы вот чтобы долго на одном ли цветке не топтаться мы какой-то первый слой раздадим снова персиковый по светленьким лепесткам так здесь у нас много белого краешек будет такой беленький и вот этот листик он такой весь светлый как я сначала уже сказала в принципе можно первым слоем вот смотришь на всю гряду этих цветов и выбираешь на нем самый светлый цвет да можно рисовать послойно вот выбрали самый светлый и прям разрисовали все только оставляем под белые участки здесь прям вижу какая-то такая полоса широкая белая я ее оставлю вот перейду и сразу вот прям как вижу так рисую какой-то треугольник световой а здесь прям слоями идет такими несколько разных тут лепестков не просто один широкий а здесь вот много пока я их просто краской намечу вот потом уже когда более темную буду заносить светлую тона и и вниз достаточно светлый листик он от основания от этого цветка имеет такой фиолетовую тень легкую мы еще сверху сразу смотрю если белые края не с этой стороны есть слевой я немножко их оставлю да будем зеленые листики рисовать то у нас сразу они будут видны сейчас я занесу фиолетовую такую тень легкую под лист да вот он от цветка падает и чуть чуть вниз акварельно так спускаю главное создать этот холодный оттенок и мы еще добавим потом ярких каких-то пятен ярко-ярко такой с оранжевинкой да вот я его вижу где-то вот здесь как будто бы там складочки какие-то на цветке ну и соответственно вот здесь есть такие темности яркости на 1 так задний цветочек вот эти два лепестков лепесточка они помимо того что они такие темные как вот нижний этот лепесток и в них еще такой фиолетовая тень как бы падает поэтому я делаю основной цвет который вот я использовала да это розовый неоновый и персиковый и добавлю туда фиолетового фиолетового цвета для холодности можно будет больше персикового добавить и рисую как вижу здесь один такой лепесток нет сразу добавлю персиковый потому что у меня получился слишком холодный него чуть-чуть так уберу чтобы у нас осталась возможность занести персиковый свет так вижу этот персиковый намешивая беру коралловый беру рубиновый ну что потому что ну вот так куда вот тот цвет который у нас был здесь ярким пятном я уже мы заносим выйти лепесточки даже можно было бы поярче или какой-то оранжевый добавить прям такой вот чтобы у нас было понятно что они самые должны быть такими одновременно холодными оттенками надо вот такой яркий и чуть-чуть краюшек ну так незначительно примерно то вот здесь сюда немножко добавлю поярче цвет он у нас поблек немного и мягкий такой переход делаю да здесь даже еще смотрю он прям просится такой вот персиковый 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 пошли дальше так светлый верх можно брать он на солнышке можно брать чистый коралловый да и не забываем про край белые белую каемочку сегодня кстати собралась третяковку прогуляться но я качеством 300 раз было но по ней можно мне кажется гулять прям не надоедает пушкинский не люблю не знаю вот те люди кто туда ходит что там смотрят прям иногда хочется спросить что вы там смотрите что там интересного есть персиковый персиковый занесла потом чуть-чуть подсохнет бордовые пятнышки добавлю коралловый персиковым почему-то называю так дальше здесь серединка будет такая холодная фиолетовая но можно просто ее приглушить до чтобы она нам в глаза не бросалась вот этот белый цвет он не белый он как бы холодный поэтому сразу приглушила чтобы вопросов не было так и мы переходим опять таки в яркий такой яркий край но сейчас пока он будет посветлее в акварели не знаю можно здесь такое говорить фразы перевздить чем недовздить лучше аккуратнее отнестись до потихоньку рисовать потому что потом если ты занес какую-то краску которая темнее нужной то ты уж так особо не исправишь особенно в целлюлозе тут не до экспериментов краешек занесла попыталась какие-то разводики создать водой и здесь вот есть такой фиолетовость но она сразу не занесется поэтому опять таки будем ждать когда чуть-чуть подсохнет и более персиковый посветлее уже такой немножко отличается низ этого лепестка и вот кривизну края то есть она какая-то лохматый такой краешек постарались его передать как бабочка здесь какие-то полосочки можно будет потом так нарисовать сухой тоже кистью пока оставим так так теперь самый какой-то ярко жгучий цвет на заднем фланге сюда определенно просится помимо рубинового оранжевый рубиновый или алый посмотрим нет рубиновый ну да пойдет даже на можно будет еще оранжевого что-то как вижу я что-то эту часть очень какую-то яркую здесь корректирую как раз таки форму лепестка лепестика сначала краж краску заношу а потом я ее акварельно размою помыла кисточку и прохожусь теперь мокрой кисточку чтобы сгладить переходы от темного к светлому по краю немножко пройтись и этот цвет он превращается немного фиолетовая то даже можно быть добавить еще но пока пока не буду торопиться здесь немного такой тот же самый цвет но с фиолетовым вот вверх пошел лепесток тень пошла направо вот как раз таки вот так так и вот не забываем что у нас белые светлые краешки остались кое-каких местах таки отметами не договорила по поводу музея так а вверх вверх у нас персиковый кончик да если его есть возможность и сразу смотреть и на референс и на работу это вообще самое идеальное я ранее ну печатала фотографию перед тем как рисовать но в нынешнее время печатать фотографию дорого поэтому приспосабливаем ся без вот кончик такой у нас остался светлым единственно краешки я потеряла но может быть сейчас я верхнюю буду рисовать и смогу его вернуть вернуть повторюсь это как бы такой первый слой потом можно раздавать пятна пятна цвета яркости полосочки тени какие-то добавлять да я какие-то буду по походу рисования я просто если кто-то подключился после до позже начало моего может посмотреть на рисунок сказать что кто-то что это где-то не так соответственно хочется сразу по горячим следам прокомментировать что да сразу я рисую послойно и конечно же я не робот я не рисую там стопроцентную фотографию в прямых эфирах это только возможно когда я рисую у меня есть страничка в босте и там я уже более детально это все делаю правый край под вот этим правым цветком он потемнее я его тоже сейчас увидел это и этот лепесток чуть-чуть корректирую видела тень как бы ее сюда пыталась занести так пошли по персиковым оттенком верхний лепесток вверх у него коралловые ну по крайней мере из тех цветов которые у меня есть подходит коралловый цвет его даже смешивать ни с чем не нужно разве что разве что с него новым розовым из тех что у меня есть так вот примерно примерно заносим краешек стараемся не забыть верху оставить беленький по возможности и как раз тот который мы потеряли край снизу да можно его оставить с этой стороны практически этот белого оттенка больше нет и я его могу закрасить весь одним цветом потом просто уже более темные оттенки добавлю так теперь смотрю по этому цвету что левый край самый светлый он персиковый но самый светлый я забираю сухой кисточкой немного лишнюю краску так и вот здесь полосочку такую сухой сейчас чуть-чуть подсохнет правый край сделаем еще более коралловым так сказать собираем ребус так пока чуть-чуть подсыхает я пера беру тот же пока намешанный коралловый с него новым розовым чуть-чуть неоновый розовый добавлю так вот и ухожу направо здесь где-то поярче правый край у лепестка здесь белый здесь что-то какие-то еще есть листочки я их просто белыми оставлю размываю край так как он тут беленький не буду трогать дальше вот этот хвостик достаточно яркий добавляю снова побольше неонового розового и если присмотреться я вижу что он холодный странно но холодный попробую его еще больше яркости не забываем что у нас край белый у этого цветка справа вот лепесточек то есть это не совсем ботаническая такая живопись да это что-то какое-то среднее просто при минимальных затратах здесь потемнее стараемся максимально сделать схожесть картинки не только в пропорциях но и в цветах но слишком не заморачиваюсь то есть не совсем поэффигистично рисуем да есть такой манера капнул как-то да ладно я так типа и хотела да нет мы немного другая пока здесь краска влажная да можно всякими разводами делать рельефность так листик один прям очень светленький чистый коралловый вот где-то вот этот вот я его чуть-чуть еще добавлю здесь белая оставляю и и краешек белый пока так здесь какие-то полосочки и здесь листок так поехали дальше высох этот цветочек мы добавляем в розовый коралловый неонового и рубинового потому что цвет немножко в красненку пошел вот эту правую часть даже оранжевого оранжевого рубинового вот эта правая часть она можно полосочками да как рисовать какую-то рисуем так левый край здесь тоже чуть-чуть в глубине вот и нам останется только фиолетовые полосочки нарисовать делаю плавные переходы пока нравится так здесь посветлее куда нам теперь дальше пойти пока он сохнет смотрю левая часть где яркости вот можно мне этот цвет понравился его почему тут хочется сюда занести на вторым слоем уже не заносится ладно переживем верхнем по порядку попробуем а персиковый достаточно светлый такой цвет и там просто будет а я смотрю главное белые оттенки где-то посерединке вот эта часть вот это вот посерединке она вроде как белая мне кажется поэтому я ее так оставила все остальное заношу пока коралловым цветом и здесь такие полосочки делаю чтобы имитировать что там несколько разных лепестков вот и сейчас мы только лишь добавим в нужные нам участки такого более яркого цвета да который мы намешаем добавляя сюда просто неоновый розовый и коралловый да коралловый точно там есть потому что я вижу такую краснинку вот это левая часть там заворачивает листочек вот вот она потом уголок здесь и вот такое ощущение как будто штрешочки какие-то по краям да есть и плюс сейчас у нас еще будет в глубине вот внутри по краюшку я чуть-чуть тоже занесут этого яркого цвета чтобы создать глубину и краюшек у этого лепестка он вывернутый он тоже яркий теперь просто мы где нужно сгладим да вот эти вот полосочки мои по сухому вот все бордовых пятен потом понадобавим думаю будет нормально вот здесь у меня что-то пятно прям белое осталось давайте мы его чуть-чуть зарозовим и здесь и здесь поехали пока дальше прям вот этот цвет понравился его просится вот в те оттенки которые у нас самые вот эти вот яркие кусочки давайте попробуем сразу уловить его и раздать пока мы далеко не ушли ну по крайней мере да от этих уже прорисованных участков как же его вроде используешь те же оттенки но в разных пропорциях и немного получается по-разному так пока заношу полосочками там где мне кажется что можно добавить яркости и потом где нужно я просто здесь чуть-чуть где-то я оставлю как нарисовала где-то я разведу водичкой так здесь немножко надо сбавить обороты пройдусь водой правый край он более прозрачный я его тоже немножко разбавлю уберу полоски чуть-чуть так за акварелью сделаю более плавненько дальше этот листик весь розовенький я его просто растяну на весь лист этот цвет и вот справа тоже посветлее в принципе везде пришлось везде пришлось везде пришлось нам вот этот правый край только светлее убираю краску прям мне кажется то что нужно здесь получилось здесь здесь ну пусть пока так двигаемся дальше левый цветочек ту 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 он в основном фиолетовый внутри да вот этот цвет грязно белого цвета я даже в принципе здесь а белый край вот здесь будет справа есть местами но я пока наношу там где я вижу вот такой холодный цвет просто массово ту 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 вот это все в тени будет вот этот листик у меня в тени весь здесь в тень этот лепесток в тень уйдет и вот можно здесь полосками теневыми сделаем вас вероятно это особо видеть на не будет но я для себя как бы набрасываю как вместо карандаша напоминание что здесь будут холодные тени так и можно кстати можно сразу тоже эту же тень убрать назад я вижу вот здесь там заднем плане лепесток он будет такой холодный ну и пускай будет вот таким останется только поверх этого холодного оттенка еще занести розовый да и готов так 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 ищем наши оттенки если здесь у нас яркие оттенки нету все у нас тени поэтому максимально в наш цвет мы добавляем везде фиолетовый цвет но просто пропорцию ищем нашу необходимую здесь посветлее с фиолетовым то есть используем тот же цвет здесь какими-то штришками я их потом разведу водичкой и сделать какие-то яркие пятна мы сможем всегда поэтому не торопимся сразу делаем плавные переходы где-то штришочки оставляем что я ищу где еще вижу нежная розовенькая здесь светлый край оставим здесь тоже светленькая так по моему фокус что ли убежал ну по правилу вроде так потихонечку потихонечку вниз-низ с фиолетовым все пошел край потемнее тут у меня еще бордовые остатки какие-то так низ здесь смотрю где самый темный на цветке и сразу делаю переходы вокруг чуть-чуть убирают эту яркость и интенсивность сравниваю это знаете как из глины что-то делают есть такой кусок глины и ты с него потихоньку там либо ножичком и ты вот постоянно что-то убираешь и вот форма постепенно приобретает нужный цвет но ты путем того что ты убираешь что-то лишнее я как бы почему-то когда я рисую я всегда с этим сравниваю потому что ты вот словно рисуешь каждый раз каждый слой каждый жест он вот ты потихоньку выписываешь проявляется сразу здесь я увидела что есть прям как сказать тень или стык лепестков добавила добавила яркости розового сейчас привнесу а на задний план пошел бордовый вижу что вот здесь прям хочет он потемнее мы потихоньку вносим края сделаем более розовые краешки 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 где-то здесь чуть-чуть там серый мы уже нарисовали фиолетовый когда начинали до эту тень и вот к краям уходит поэтому когда мы сейчас рисуем можно сказать персиковым то он у нас достаточно темный получается потому что уже ранее нанесли вверх у нас яркий кусочек здесь солнечный такой тюк 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 и и сразу же переходе ки делаем чистой кисточкой убираем лишнюю грубость из полосочек где-то оставляем на свое усмотрение не забываем центр тут беленький поэтому кое-где лишнюю красочку мы убираем грязно-беленький дать теневая сторона можно еще его затемнить чуть-чуть вот как-то так дальше ту 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 вернемся сюда добавим бордо в нашу лужу бордового и чуть-чуть пройдемся по тем моментом где мы видим бордовый здесь уже есть практически где-то просто скорректировать пятнышки они у нас не должны быть там какие-то идеальные потому что в этом и есть красота в кривой коряге да не в ровном дереве идеальные березки хотя березки тоже там рисует все но но зачастую именно вот это какая-то какие-то кривые коряги сакура которая плетется не плетется но у нее такие вот наверное ну она мне все время кажется как будто она такая кривой стволик и на нем цветочки да то есть не просто прямая палочка ветвистая такая как вот бонсай и они тоже все такие вот витиеватые здесь у нас тоже бордовичные с фиолетовым чтобы было неярко можно пестики лепестики чуть-чуть обозначить может быть у нас все запоет дальше здесь здесь кстати какой-то прям контур в отличие от других мест очень четкий я пока возьмусь наберусь наглости и я его прорисую просто как я вижу вообще так не делается конечно контур не рисуется полоской это неправильно потом можем яркость еще кое-где добавить затемнить но можно только чуть-чуть складе да вот этот нахальный контур который я нарисовала просто правда вот вижу я его там ну ладно смешно опять намешиваю верхнем хочу нарисовать чуть-чуть смотрю они у меня с фиолетовым то есть нужный яркий но он холодный цвет и вот дальние пошли у нас более холодные по цвету пересматриваюсь потому что практически везде есть вот этот белый контурик контурик и приходится его немножко оставлять максимально где получается его увидеть дальние цветочки которые вот прям на дальнем плане да мы видим какие-то эти лепестки я их не рисовала прям детально потому что даже на фотографии даже приблизив очень сложно это все что разглядеть хитро сплетениях сейчас убираю яркость лишнюю дальше продолжаем вот этот холодный оттеночек намешанный он нас устраивает здесь как мы начинали уже рисовать в глубине холодные какие-то лепесточки и здесь что-то у нас идет тоже непонятное тоже темные кривобокенькая вот эти стыки все мы потом каким-то светлым розовым пройдем дальше чуть-чуть более розовый цвет где-то здесь вот что-то здесь розовое пошло видимо наверху на солнышко попал ничто не загораживает яркий какой-то оттенок нет 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 он немножко не фиолетовый он уже рубиновый поэтому я щас сюда то что на солнышко попадает оно прям в красноту уходит хотя у нас вроде бы розовые цветочки что-то горло у меня заболело только бы не простыть сейчас еще все маски перестали носить и короче говоря иногда думаешь быстро все все поснимали так здесь будет фиолетовый вот здесь край вот такой же цвет яркий сразу его сюда занесу потому что пока краска намешанная и вот я вижу где-то внизу листик тень вот краешек он завернулся сюда он тоже будет ярким мне нравится этот цвет пользуюсь моментом еще раз смотрю где его можно добавить только бы не переборщить да когда начинаешь что-то улучшать есть большой риск что ты хочешь в своем стремлении улучшить кто-нибудь со мной там хоть рисует нет ребята вы не рисуете я одна я одна так какие-то более бледно-розовые оттенки но с фиолетовым да вот такой какой-то холодный все розовые которые на заднем плане они ну холодные оттенки поэтому я здесь глубиной сделаю правый край пошел здесь такая такие какие-то полосчатые и здесь что-то такое вылазит а здесь прям фиолетовый листик вот так и край под цветком он контрастный темный мы сейчас его все за контрастем да я вот провожу пока нагло резко но постепенно сделаю переход и здесь вот эту глубину тоже тоже немного помогу цветочку выделиться во-первых он на заднем плане вот во-вторых он в тени поэтому надо как-то его выдвинуть и сделать заметным а не какой-то какой-то массой розового предлагаю на этом этапе как бы первый слой цветочков оставить чтобы мы немножко сейчас по зеленому прошлись мне нравится знаете как ну раздавать на первую здесь где-то розовый вот тут зеленый да и уже картинка будет как бы целиковая а потом когда уже картинка целиком ты уже больше видишь где нужно затемнить и засветлить пойдемте по листикам начну как всегда со светлого беру лимонный беру светло-зеленый получаю такой сочный зеленый оттеночек где я его вижу я вижу то есть напоминаю что можно светлыми проходить прям сплошную потому что темным сверху нарисовать всегда можно ну вот допустим вот этот лепесток имеет этот салатовый цвет где еще вижу на этом лепестке так пусть он будет у нас пошире даже больше правая половинка этого лепестка на левый вот где-то в серединке ну и контрастности потом можно добавить на заднем плане вроде тоже видно но так как это задний план он не может быть таким я добавлю травянистый ой я не тут добавила вот он травянистый немного на задний план и вот здесь под лепестком чуть-чуть будет такой светлый лист я тоже его пока но в принципе вот прям хороший цвет можно его добавить там где сразу мы видим он есть половинка пока таким светлым цветом светом делаю так добавляю есть тут такой да зеленая земля цвет есть прям вот нашу гущу добавляю но пока в светлых тонах и начинаю медленно затемнять участки там где вот вижу да оставляем прожилки специально где-то их подрисовываем на свой взгляд так только не злоупотреблять левая сторона вся темненькая лучше мы потом вторым слоем пройдемся до чем мы сейчас жахнем темноту чуть-чуть сошелся потеряла я одну забыла как называется дожились перепоночку одну я ее прям она заплыла у меня вот это вот дальние крайне ладно дальше пошли нарисовали уходит в тень беру светлым оттенком разбавленным таким и мы здесь оставляем только намеки на перепон очки вот она куда-то влево пошло правый край темный и здесь здесь непонятно закрашу не совсем понятно на левую сторону то здесь чуть-чуть есть они у нас более светлых поэтому дальше рисуем там где видим некую имитацию прожилок не обязательно в том же порядке как есть на лист на листочки просто достаточно будет их оставить тык правый край у нас более светлый поэтому мы сейчас наверное сильно его не будем рисовать елки-палки я тут что-то прям затемнило надо исправить край добавляю снова темного он такой темный и в принципе потом можно даже чуть-чуть добавить какого-нибудь синего в тени до переходик не забываем за переход ой капнула дальше с этой стороны почти все светленькая раз и плавный переход на пускай наперед пошли сюда прожилка прожилка где-то впереди тут я тоже на свой то есть не так как там есть просто поняла направление как они идут и сама дорисовала что-то можно теперь смотреть уже прожилки как бы намечены да и теперь проще раздавать делать какую-то часть темнее какую-то светлее так хочу еще немножко рисовать прожилки на переднем плане выборе почему-то зеленого пока в сторону двух цветов травянистая зеленая и зеленая земля смешиваю в определенной пропорции на взгляда свой кто как как воспринимает мой взгляд где-то зеленовать и где-то более болотистый оттенок здесь больше света поэтому я сейчас водичка уберу лишнее просто решила раздать все таки немножко жилочек здесь но эта сторона самая светлая поэтому я водичка чуть уберу а в левую мы вернемся добавляю все таки синего либо синий лак он холодный прямо его прям хорошо будет добавлять самые темные зеленые участки ну не сразу прям сейчас да я чуть-чуть пройдусь когда мы будем вторым кругом возвращаться к прописыванию листочка вот здесь кстати я только что углядела внутренней вот так изгибается там тень мы ее тоже затемним делаю переход сухой кисточкой чтобы она как слилась вот мне нравится мне нравится пошли дальше следующий листик интересный это уже оттенок он вот левый край очень такой бликовый в блике хорошо добавлять холло неонов при небесно-голубую вот это моя какая-то привычка правда достаточно такой яркий цвет я его водичкой разбавляю и все такие бликущие оттенки участки прям прохожу в наглую в наглую низ тоже он такой какой-то беленький но беленький но не беленький да мы его тоже сделаем вот этим цветом так правый край тоже такой бликовый здесь впереди будет свет ложится и в принципе я возьму этот цвет холодный по дальнему лепестку который у нас тоже как бы на блике кое-где лишь местами занесем зелененькие так переходим к детальности два оттенка смешиваем зеленые земляной зеленый и травянистый зеленый наверное сейчас больше травянистого справа вот но достаточно пока первый слой будет светлым я хочу занести туда где я вижу прожилки пока оставляю белыми мы всегда можем просто потом практически залить до каким-то светлым оттенком сверху сейчас просто расположу дам акцент где у нас зеленый а где у нас голубо-зеленый цвет да то есть эти голубые я оставила так нужно 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 чуть-чуть засерить черненький добавляю серединке более темные так и пошли направо здесь тоже еще добавляю черного цвета потому что у нас уже такой часть цветка часть лепестка теневой стороны можно прорисовать зубчики направо тоже уходит прожилки и здесь мы вот этот голубой который мы ранее нарисовали мы по нему наглым образом рисуем же прожилочки так прожилка прожилка оставляю и вперед уходит такой на что-то бликовый цвет который мы голубым занесли да вот эти участки здесь и здесь поэтому я кисточку мою и соединяю немножко смешивая эти оттенки потом я как бы могу скорректировать всегда но вот хочу пока таким образом оставить вот этот якобы блик единственное что я вижу вот этот вот переход от зеленого он более такой вот конкретный да как будто листик загнулся и вот я его прорисую отдельно и соединю здесь можно кстати затемнить тот участок который у нас самый темный и краешек прорисовать так добавим акварельности плавные переходики убираю некую грубость просто так вот разбивая свои уже жесткие границы левый край тоже боремся с жилками прожилками рисуем светлым зеленым с добавлением голубого наверное и песня голубого потому что здесь такой неопределённый зеленый цвет он бликует вот я пока пока не определилась какой здесь цвет должен быть прожилка зубчики и спускается вниз здесь дальше прожилка жилка и не забываем за зубчики здесь как вы видите не то чтобы прям один в один хотя бы просто какую-то рельефность передать самого листа как он расположен какие у него части загибаются так здесь у нас зелененький идет прожилка по краю сейчас правый край надо будет еще затемнить болотистого добавим и синего лака на левый фланг чуть-чуть на данном этапе внесем такие самые крайние от окнатс до получается либо какие-то теневые зоны и вот здесь вижу что наперед идет потемнее можно еще добавить просто на свое усмотрение в начало когда вот где идет веночка мы добавим туда и растянем растянем повторюсь для тех кто может быть подключился только что я рисую послойно на целлюлозе и на данном этапе просто хочу передать до какое-то но расположение листьев форму пытаясь цвет потом когда уже вся картинка будет там цвета розданы тоже можно тогда детально проходить по где-то где-то добавить яркость а где-то углубить тень где-то добавить венки рельефы вот одним словом как то так здесь я вижу идет темный листик я прям прям за ним взяла много черного и своего любимого зеленого с неизвестным названием давно купленный цвет хочу здесь как раз эти оттенки где у нас дырки занести потом можно будет каждый раз интенсивность увеличивать так дальше у нас этот цвет в принципе идет сверху да такой темный насыщенный ну я его здесь чуть-чуть разбавлюсь сюда мы наоборот добавим здесь я пока добавлю такой разбавленный но вот в серединку хочу прям сразу они сразу не получится целлюлоза она достаточно несговорчивая в этом смысле края сразу делаю плавными потому что я если я продолжу здесь сразу рисовать то можно края не сглаживать а так как я планирую сейчас перейти на другую часть то я их сглаживаю чтобы когда я сюда вернусь то у меня не не будет таких они будут заметны но не будет сильно бросаться переходы кстати вот этот цвет мне пойдет сюда давайте я его немножко занесу он холодный получился потом где-то край пока я это делаю наглым образом рисую просто максимально конечно нужно тонко получится ладно и где-то такими треугольничками складки листиков их на каком-то этапе можно пока успокоиться и на этом их на каком-то этапе можно пока успокоиться и на этом картинка будет сейчас плавности перехода сделаем кое-где водичка просто потру потру чтобы было ощущение что я это делала не прицельно а спонтанно давайте на музыку включу если меня не забанят записывала видео и на фоне была музыка и вот банят мне конечно может так будет веселей а то я сама стала засыпать дальше пошли хочу вот эту часть с левой стороны пойти направо я вижу зеленые листики они здесь более чем зеленый зеленый травянистый побольше смешаю и вот начну потихоньку заносить со стороны солнышка немного местами смешиваю с болотным направо уходит да такой темный цвет молотистого молотистый синий вот лепестки синий лак так пока прожилочки будет у меня светлыми беленькими правая часть темная вставляю пока рисую такую достаточно светлую белые участки потому что у лепестков на контур белый поэтому я его как бы оставляю так дальше 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 куда мы поплывем давайте наверное снизу влево уйдем намешиваю зеленый земля зеленая и черные можно еще синий лак добавить потому что это задняя часть и прожилки здесь у нас будут темными тоже поэтому я сейчас просто светлым цветом ну вот разведенным водой и занесу по форме листика все однотонным тем более это у нас не центровой лист поэтому мы можем ну как бы он в глаза бросается то что впереди поэтому из лишнее не нужно задний план детализировать сейчас мы будем его весь затенять здесь тоже какой-то листик будет и на дальнем плане сразу же чуть-чуть склаживаю убираю там убираю там где хочу оставить свет где у нас свет вот дальше самый темный зеленая земля травянистый зеленый черный пропорциях и синий лак конкретизировать можно некоторые участки и 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 темный нарисовали его здесь у нас правый край темный здесь у нас будет какой-то листик под листиком темно и вот получается все что справа от вот этого листа у нас тоже начинается с тени до холодный тень темный вот кончик будет темный темно-холодный пасмурный и вот здесь он даже заворачивает я вот так и нарисую форму придали да сейчас чуть-чуть разбавим потому что другие участки они не такие темные и попробуем чуть-чуть оставить жилки уже на темном фоне вот так получается у нас сразу же параллельно соединяем темную грубую тень до с листочка прошилки ну вот как-то так думаю оставлю на пока дальше у нас тоже темная субстанция но более зеленая не сильно чуть-чуть или не вот здесь и тоже темный рисую она непонятная я ее также непонятные рисуют только цветовыми пятнами где эти пятна вижу я сразу и добавляю так крайний лист кончик у него яркий еще этот цвет но пока рисую не насыщена а светло на заднем плане что-то там вылазит где у нас есть еще ярко и светлые где-то здесь будет у нас еще вылазит на первый план листик какой-то так пошли по порядку здесь у нас лист левый край его голубой синий такой пока его нарисую таким ярким от левый край так сказать бликовый и поэтому его рисую не зеленым потому что он как бы кликует внутри наоборот темно намешиваю эту темность и корректирую прям не боясь эта часть наверное практически самая темная вот она по интенсивности должна быть добавляю синий лак в теневые стороны они очень синий цвет очень хорошо с зеленым играет если будет желание можно также чуть-чуть прорисовать намек на прожилки да первый слой если он потемнее посветлее второй слой будет светлее а а пока тут я не вижу пока тут я не вижу зеленый зеленый смешиваю не тороплюсь так этот куда-то вылезает здесь у нас как будто будут прожилки я пока посветлее сделаю и позеленее так аккуратненько не торопимся так аккуратненько не торопимся видите вот этот бликовый смешала это немножко зеленого синий основной синий лак и дал нам нужный вот цвет бликовости если бликует зелень то она не бликует белым цветом она бликует таким холодным синим вот я его везде оставляю где есть этот цвет так вот листик он завернул здесь тоже немножко можно бликовости добавить да он как-то там крутится вертится мы его так и нарисуем а здесь вправо уже уходит более зеленый цвет вот эта часть она у нас уже относится к другому листику вот и что я хочу сделать я хочу облегчить себе участь да не прорисовывать вот эти вот вот здесь разного рода лепестки которые скрутились я их постепенно сейчас просто путем цветовыми решениями не детальностью а именно цветом передам пятнами так можно на левый листик перейти вижу глубину сначала нужно нарисовать а затем бликовым синий черный добавляю в тень вот здесь еще затемняю делаю еще темнее можно вторым слоем здесь краешек будет у нас темный он выворачивается у этого листика до края а здесь немножко намек на прожилки я их потом затемню сейчас просто какую-то рельефность пятнышки в принципе остальная часть более-менее зизизененая так какой цвет травянистый зеленый сюда больше подходит и земляной немножко добавляем травянистый зеленый и зеленая земля синего лака потому что это у нас теневая сторона и цвет зелени и водичкой разбавляем потому что мы сначала рисуем первый слой который у нас потом даст возможность нарисовать прожилки вот мы светлым нарисовали и уже вторым слоем у нас зарисовываем потемнее получается у нас прожилочки здесь я потом добавлю еще здесь внутри цветков более темный цвет поэтому я сейчас все закрашу а потом еще более темным я нарисую прожилки дальний лепесток а вот у нас еще вот этот лепесточек там сейчас моего а я вижу что он по по контрику идет цвет отличается если на работу посмотреть то тоже можно заметить что цвет зелени немножко другой чем в основе листиков вот в этой части так дальний у нас тоже бликовый который вверх заворачивается напомню это у нас вот травянистый зеленый я добавляю синий лак и немножко небесно-голубого даже множко чуть-чуть еще синего лака ой сказала чуть-чуть вот бывает же такое со мной такое постоянно и теперь водичкой разбодяживаем и вот дальний бликовый я рисую таким холодным зеленым синим я не буду его рисовать белым водичкой чуть-чуть убираю край правый от окна который вот так сейчас нужно серединку дорисовать и под цветками да кое-где мы видим достаточно сочный зеленый где-то здесь вот здесь тоже что-то там зелененькое вот здесь может быть яркий зеленый а так преимущественно в глубине темный цвет с черным синим лаком да вот прям можно не бояться здесь практически вторым слоем потом можно будет сделать еще более глубокими эти оттенки кое-где оставить можно ну не однородность то есть не закрашивать все прям темным там да оставить кое-где светлости неровности потому что там куча разных лепестков например вот здесь вот в глубину туда уходит наоборот блик и я вот здесь чуть-чуть еще уберу пусть пока так будет пару сделаю черточек на бликовом листике можно даже больше чем там есть но так можно теперь нарисовать горшочек кстати можно здесь подключить что касаемо фона можно конечно уже гру перейти к грубой технике я просто хочу ловить примерный цвет тут больше фиолетового да пока как всегда я рисую не спеша фиолетового побольше краешек чуть-чуть оставить нужно и вот здесь хочу просто основные цвета раздать напомню так как у меня целлюлоза блокнот я здесь не могу баловаться и мочить серьезно водой на право больше голубого пошла под листиком достаточно светлее идет под листом и вот она чуть-чуть в голубой оттенок практически до белого здесь я вижу чуть-чуть розовости внизу рисую сейчас пока светлым поэтому те какие-то бортики которые у нас есть я не боюсь их зарисовать просто разношу основной цвет там где я не уверена или боюсь что-то мазнуть я просто там не будущее широкой кисточкой проходить широкой сейчас пройдусь по таким под тем пластом где можно пройтись широкой с него фиолетовая справа будет коричневый края пока не рисую давайте наметим окошко фиолетовый синий пока возьмем светлый оттенок на светлом оттенке проще будет потом нарисовать темные пятна снова чуть-чуть синего лака фиолетового ой 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 ничего ничего здесь можно сразу сглаживаем искать акварели добавляем водичкой растягиваем основной цвет и вынуждены каждый раз работая с целлюлозой проходить весь участок чтобы у нас максимально не было заметно перехода нижний час нижняя часть практически светлая я ее пока немного только оттеню легким каким-то оттенком розовости можно добавить темный мы всегда добавить сможем так давайте можно вот эти зелеными пятнами раздать листву просто не прицеливаясь но какая восточная песенка музычка можно больше желтого а 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 так а а так мазюкаем лист да там прямоугольный поэтому мы сделаем здесь дай дадим волю фантазии нарисуем какие-то еще метацию круглых листьев здесь будет берем побольше какого-то желтенького наверное лимонного опять чуть-чуть машин масло кадмия желтого что поярче было кое-какие моменты здесь добавлю пошли дальше коричневый горшок за спиной беру каштановый похожий цвет пока тоже светлыми оттенками светлыми светлыми прохожу его прям закрашиваю потому что там самый светлыми на такой цвет на другие оттенки на горшочке будет только темнее ну и пусть так будет дальше чуть-чуть уберу за границу зашла так дальше пошли видим корзинка пока я тоже нарисую просто рыженькой по основному цвету бликов там не вижу да как и так да и и и и коричневости какой-то можно снизу снова наш фиолетовый коричневый начи с такими массами пройтись хочется не намешивается не хочется не хочет он что-то намешиваться мешая мешая макая макая он сопротивляется фиолетовый коричневый черный даже чуть-чуть можно любимого синего лака в тень и вот эту часть мы просто закрасим треугольничку чуть-чуть скорректируем край пока пойдет чуть-чуть еще синего лака в тень и попробуем пройтись по каким-то темным границам темным пятнам напоминает от целлюлозы с ней по-другому нельзя ее слишком не намочишь поэтому путем хитрости мы пытаемся сделать ощущение что у нас растекается красочка эти пятна чуть-чуть они идут вперед просто нужно как-то сделать их более реалистичными ну вот как-то так так теперь можно наверное можно пройтись по зелени я к тому же чем еще широкой кисточкой да можно широкой кисточкой пройтись по зеленым участкам данным данным где-то нас шутин много больше бликов конечно нежели 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 и 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 отключу я да и не знаю как на этом вообще будет реагировать youtube и все прочее авторские права еще что-нибудь не дыхнуть наше время невозможно же просто порисовать под музычку любимую в эфире пока светлым оттенком просто раздаю светлым светлым чтобы кисточку не мочить я ой не мыть я просто беру другую кисточку да и вот эти переходики делаю сразу разбавляю водичкой пока форму без рельефа без каких-то темностей тут сумбурные листья поэтому здесь совсем не понять что где куда где у нас белые листики я их сразу же рисую голубым так нижний листик нарисую темно-зеленым и можно сразу пройтись по контуру его размыть водичка плюхнула так пройдемся по темным по полосам темным каким-то нашим а я вижу здесь сразу развожу водичкой пусть она потечет вправо влево а левая часть у нас вообще вижу голубенькая эта часть пусть она соединяется через добавлю темненького пусть она растекается какая-то тут пошире будет плюс у нас есть возможность всегда вторым слоем пройтись да и вторым слоем скорректировать а интенсивность темноту насыщенность поэтому мы не переживаем то у нас первый слой и на второй раз у нас еще будет возможность немножко скорректировать вторая полоска на наоборот более широкая нам не получилось узкой и пошире делаю ладно идет где я вижу еще тени здесь тоже склаживаю переходы весь правый край у нас немножко более теплый такой вроде бы синий и вроде бы интенсивность главное выбрать вот вот возле горшочка можно будет нарисовать потом ее по-по-по-по темнее вверх 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 делать нужный цвет получается только слоями можно здесь эту тень добавить как бы как бы до продлить потом мы еще когда листики дорисуем вот эти которые справа сейчас тогда мы еще скорректируем все можно сейчас немножко проработать горшок так тень сзади немножко чтобы у нас почувствовали что где свет где тень да это тень здесь у нас будет тоже тень и и потом я усилю пока как вижу там просто еще будет какой-то зеленый листик не понимаю точно пока так нарисую будь и более темную полюсочку плюс очку вот у нас идет да примерно вот но я чуть-чуть и вот так вот унесу пусть будет там пусть будет все как ты захочешь пусть твои глаза как прежде горят контрастность сейчас будем потихоньку добавляйте добавлять все у нас заиграет единственные друзья точно понимаю что я уже рисую 2 часа и точно понимаю что я ближайшие 15-20 минут не закончу я это дорисую или возможно мы завтра продолжим и закончим я еще не решила если кто-то смотрит то можете написать как вы хотите дорисовать завтра вард завтраки или завтра рисовать уже другой а я покажу потом просто фотографию того что у меня получилось в итоге что здесь я еще буду рисовать ой спасибо за щедрые лайки я сижу такая в тени никто мне не пишет никто мне лайки не шлет и так приятно когда вдруг кто-то что-то заметил я просто уже немножко устала за два часа поэтому на данном этапе у ирина спасибо тебе большое я устал уже немножко рисовать поэтому скорее всего либо завтра продолжим также в 10 либо завтра уже начну новый рисунок посмотрим ну одним словом надо подумать как правильно и интересно сделать потому что здесь еще нужно ну горшочек из прописать тени контур тень от горшка вот этот боковинку этот горшочек тоже до задать все тени и полосочками тоже раздать нам сделать корзинку и какими-то пятнами зелеными раздать вот первые листы до которые на переднем плане то есть вот эти листики и вот эти листики и как бы в целом картинка уже будет можно потом детально еще пройтись по всем лепесткам где-то потемнее сделать где-то посветлее но принципе вроде как задумка удалась вот ирина спасибо вам еще раз что были со мной вместе пока